Это сейчас на улицах в районе реки Псоу сухо, и по ним можно спокойно проехать на машине. А во время сильных дождей, по словам полицейского, уровень воды здесь доходил до двух метров. Здесь наблюдал очень большое скопление воды. Где-то уровень был около двух метров. Место населения пыталось здесь как бы спастись, вынести своё имущество. Было предупреждено о срочной эвакуации, чтобы подготовили документы, необходимые вещи. И говорилось людям, чтобы не паниковали, во-первых, самое главное, чтобы не паниковали, что будет им помощь предоставлена. Все подразделения УВД по городу Сочи были срочно переведены на усиленный режим работы. В районы, подверженные затоплению, направили дополнительные наряды полиции и сотрудников ОМОН. Хочу сказать большое спасибо, что немножко разбили эту ситуацию, помогли людям, помогли лично мне, эвакуировать машину, также жителям, соседям. Большое спасибо полиции. И надеюсь, что так и будут дальше работать наши сотрудники полиции. Люди были не готовы. Многие были с детьми, с собаками, потому что летело и собаки, и дети. Сотрудники полиции, они вот хватали реально на плечах, да, вот кого могли. Детей вытаскивали, людей, мгновенно сооружали какие-то поддоны, снимали заборы, пересаживали как будто на машину, на крыше клали и сажали людей, потому что мальчишки, конечно, молодцы. Они в этой ситуации сработали, но я считаю, очень четко, слаженно. Всего в результате спасательной операции 25 июня в Сочи было эвакуировано порядка 250 человек. К слову, четкая и слаженная работа полиции была отмечена на высшем уровне. Эту оценку о первых часах стихийного бедствия сделал министр про чрезвычайным ситуациям Пучков, который назвал эти первые меры самыми успешными, потому как они позволили не допустить жертв. Работа нашей полиции оценена на отлично. Сейчас работы по приведению затопленных территорий в порядок уже почти завершены. Кстати, с завтрашнего дня штабы с подтопленных территорий в Адлере и Хости переносятся в районные администрации. Штаб в Дагомысе продолжает свою работу. Из двух тысяч подтопленных домов обследовано уже более 1800. Во всю идут выплаты населению. Правда, есть и спорные ситуации. Почти тысячи человек отказано во включении в списки пострадавших. Самые распространенные причины – отсутствие документов на дом или регистрации, а также попытка выдать ранее имевшиеся повреждения дома за последствия наводнения. Здесь остается группа, которая будет забивать в списки граждан. И я вам докладываю, предлагаю сейчас согласован Сергея Павловича руку юристов, которые будут разбирать в том числе и все конфликтные ситуации. В том числе и с выздоровым местом. Вторую половину дня, следующей неделе, мы эту информацию дадим в СМИ. И лично я, соответственно, и мои коллеги будут сидеть и разбирать всех, и удовлетворяем ситуацию там, где возникнет. Тем же, кому помощь действительно необходима, администрация пойдет навстречу и поможет в судебном порядке доказать факт проживания людей. Кроме того, было решено мебель, которая досталась городу от Оргкомитета Олимпийских игр, передать жителям подтопленных домов. В четверг также было принято решение локальный режим ЧАЭС продлить еще на сутки. Сделано это для того, чтобы была возможность завершить очистку русел рек.